Прощаясь с учениками, Христос обещает им мир душевный, тот мир, который Он Сам обретал, исполняя волю Отца. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает Я даю вам». Последними словами Иисус указывает, что этот мир, это ясное спокойствие Духа, есть нечто совершенно отличное от того благосостояния, от того спокойствия, которым довольствуется мир. Последнее состоит в беззаботном наслаждении благами земными, которое лишь усыпляет совесть, но не спасает ее от мучительных вопросов и разлада. Мир, который Он дает, есть мир внутренний, примирение души с Богом, не нарушимое никакими внешними опасностями. Предвидя тот ужас и смятение, какое охватит учеников, когда они увидят страдания и смерть Его, Он предупреждает их. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». «Вы слышали, что Я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал. Иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Христос хочет поддержать веру учеников тем, что предсказывает им ожидающие Его события. Упоминая, что Отец более Его, Он говорит о Себе, как о Сыне Человеческом, говорит о Своем человеческом начале и в отношении к последнему признает первенство Отца. «Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Иисус предрекает им, что князь мира, князь греха уже приближается в лице человеческих слуг своих, чтобы взять Спасителя и предать Его смерти. Но эта сила для Него лишь внешняя. Она не может воздействовать на Его волю, как действует на волю людей посредством страха или искушения. Князь мира в нем не имеет ничего. Он зовет учеников вместе с Ним идти навстречу опасности, доказывая этим, что Он не хочет уклониться от исполнения воли Отца. В дальнейшей беседе Христос дает ученикам символ, образ, необычайной красоты и глубины, немногими чертами сразу выясняющий тайну отношений между Богом, Богочеловеком и Церковью. Он изображает наглядно уже раньше выраженную мысль «Я в Отце Моем, и Вы во Мне, и Я в Вас». «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал Вам. «Прибудьте во Мне, и Я в Вас». «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и Вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а Вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». В самых подробных толкованиях трудно полнее и точнее выразить отношение Христа к верующим в Него, чем это сделано здесь. Этот божественно простой образ допускает беспредельное развитие и расширение заложенных в Него мыслей. И вместе с тем никакие рассуждения не исчерпают вполне Его содержание, подобно тому, как никакие исследования естествоиспытателей не разложат до конца на составные части живое существо растения. Христос дает жизнь верующим, дает им пышный расцвет мыслей и плоды дел, подобно тому, как лоза дает жизнь ветвям. Плоды — это добрые дела верующих во Христа. «Без Меня не можете делать ничего», — говорит Он. «Как плоды несут изобилие и радость и дают живительное вино, так и дела верующих несут в мир счастье и довольство, дают ближним пищу духовную и телесную. Но не все ветви лозы живут, есть и мертвые, сухие. Это те, в которых не проникает сок жизни питающие растения. Они утеряли связь с живым целым и должны отсохнуть. Точно так же и в обществе верующих. В церкви есть члены, только внешним образом связанные с ней, только по имени, те, которые не проникнуты живым духом Христовым. Они не принесут добрых плодов, а просуществуют краткий срок, засохнут и сгорят. Творца мира Иисус называет виноградарем. Он будет прославлен пышным расцветом лозы и обильными плодами. «Если прибудете во мне, — говорит он, — и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Далее Иисус точнее объясняет им, что значит его выражение «прибудьте во мне». Раньше он сравнивал это пребывание в нем с пребыванием ветвей на лозе. Теперь он говорит определеннее, «как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, пребывание во Христе, необходимое для верующего, если он хочет жизни божественной, есть пребывание в христианской любви. Человек, исполненный любви, бывает радостным. Та любовь, которой учил Христос и какую Он любил своих учеников, есть любовь божественная и дает радость совершенную, которая не омрачается ничем и не отнимается. Подойдя к основному началу своего учения, Христос останавливается на нем подробнее и говорит еще раз. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Проникновенные и нежные слова эти глубоко западают в душу человеческую. Идеал любви дается здесь Христом – положить душу свою за други своя. Именно душу, а не тело только отдать на служение ближним, отдать все свои духовные дарования, все силы ума, чувства и воли. Так поступил сам Христос в своей земной жизни. Если ученики его желают достойно называться друзьями его, то сделают то же самое, положат душу свою на него. Так и поступили его апостолы. Называя их друзьями, а не рабами, он, однако, объясняет, что это не есть отношение равного к равному, как бывает в обыкновенной дружбе. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Он предвидел, что его посланники встретят на пути своем ненависть и гонение, и предупреждал их, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы апостолы были от мира, были бы людьми мирскими, то защищали бы мирские интересы, и мир считал бы их своими. Но так как Христос взял их от мира, удалил от того зла, которым полон мир, то теперь, придя в мир для проповеди, они уже не будут защищать интересы мирские, а будут, напротив, осуждать и обличать, призывая к покаянию, и этим вызовут ненависть неверующих точно так же, как вызвал ее Христос. Раб не больше господина своего. А поэтому они не должны рассчитывать на более легкий путь, чем тот, по которому шел Господь. Далее Иисус говорит о той ненависти, которая возгорается в сердцах неверующих, видящих дела Христовы и слышащих Его учения. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца Моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имел бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Откуда эта ненависть у тех, которые видят высоту Христового учения и чистоту Его дел, и однако восстают на Него со всею силою злобы? Она проистекает из того, что, сознавая в глубине души истинность Его учения, они принять Его, однако, не могут. Не могут, потому что должны тогда отказаться от всей своей прежней жизни, от всех благ земных, которыми дорожат. Желая поэтому спокойно наслаждаться существующим, они ожесточенно преследуют это учение, разрушающее их спокойствие. О таких именно Он говорит «и видели, и возненавидели и меня, и Отца Моего». Они не имеют извинения во грехе своем. Они возненавидели и Отца, ибо ненависть к Сыну есть ненависть к Отцу. Земная жизнь Иисуса Христа представляла совершенное исполнение человеком воли божественной, поэтому, кто ненавидел его деятельность, ненавидел волю Божью, волю Отца. Но и эта ненависть будет разоблачена в своем корне и побеждена христианскую любовью, которая покорит мир тем Духом Святым, утешителем, которого Христос обещал своим ученикам. Он будет свидетельствовать об истине. Он будет одушевлять жизнь и проповедь тех, которые были человеческими свидетелями деятельности Иисуса Христа. «Когда же придет Утешитель, — говорит он, — которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Зная, что эта проповедь его учения навлечет на апостола в гонение, он еще раз предупреждает их и предсказывает им будущее, говоря, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Когда он был с учениками сам и начинал посвящать их в свое учение, предсказание о бедствиях могло испугать их, еще не укрепившихся в вере. Теперь же, покидая их, давая им последнее наставление, он считает необходимым выяснить, какой тяжелый путь предстоит им, чтобы не соблазнились, убоявшись бедствий. Он продолжал. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь, но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». По этим словам можно предполагать, что ученики в глубокой тоске молча внимали словам учителя, стараясь разгадать их таинственный смысл. Они понимали только одно — предстоит разлука с ним. Два раза они решались обратиться к нему с вопросом, и он отвечал не совсем для них понятно, как им казалось, притчами. Теперь они уже не решались спрашивать, ожидая, что он сам разъяснит все. Иисус же видел их глубокую скорбь и снова стал утешать их. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему не увидите Меня, а суде же, что князь мира сего осужден». Он говорит, что божественный подвиг искупления, его крестная смерть, необходима именно для них и для всего рода людского. Возвратившись в лона Отца, Он пошлет им Утешителя, Духа Святого, который даст им возможность раскрыть миру христианские истины и победить зло мирское. И сами они, исполнившись Духом Святым, Духом Истины, проникнут глубже в тайны Его учения, которое теперь еще не вполне для них ясно. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Истина одна, и эту истину Отец открыл Сыну, а Сын ученикам Своим. Поэтому Дух Истинный будет возвещать им не новое какое-либо учение, а ту же самую истину Христову, и таким образом будет прославлять Христа. «Вскоре вы не увидите Меня», говорит Он, «и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Эти слова возбудили в учениках недоумение, и они спрашивали друг друга, что это значит. Иисус сказал, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал вам, вскоре не увидите Меня, и вскоре опять увидите Меня?» Он разъясняет им далее свои слова. Скоро они перестанут видеть Его телесными очами. Он не будет уже находиться с ними как человек среди людей. Он оставляет мир и идет к Отцу. Но Он пошлет им Духа Святого, и тогда просветленным духовным оком они снова увидят Христа и уже не будут разлучаться с Ним. Он вечно будет пребывать в Своей Церкви. В следующих образных и проникновенных словах Христос раскрывает эти мысли. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Далее Христос еще яснее говорит им о том времени, когда они исполнятся Духа Святого, и когда Христос будет духовно пребывать с ними и со всеми верующими. Они будут обладать истиной Христовы, так что не нужно уже будет им спрашивать Его, и Отец Небесный исполнит их моление, когда будут просить во имя Сына. Об этом времени Он говорит, «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». В последних словах Христос с полной ясностью выражает Свою основную мысль о предстоящем возвращении к Отцу, которую Он развивал и раньше. Теперь ученики чувствуют полное удовлетворение. Они поняли Учителя. Они всецело верят Ему. «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною». После этого предсказания Христос заканчивает беседу и в нескольких словах с необыкновенной силой и глубиною выражает основную мысль всей прощальной речи Своей, даже больше, всего учения Своего, всей Своей земной проповеди. Эти слова вели на подвиг Его апостолов, всех борцов и мучеников Церкви. Они навеки сохранятся в сердцах верующих и дадут им спокойное, непобедимое мужество. Вот эти бессмертные слова. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Так заключает Христос Своё последнее завещание на земле, данное ученикам и всем верующим. Затем Он обращается с молитвой к Отцу. Эта молитва, называемая первосвященнической, сохранена для нас святым Иоанном. В ней Господь, как первый священник на земле, как первый пастырь, душу свою положивший за людей, молится за своих учеников и за свою будущую церковь. По ходу мысли, молитва распадается на три части. В первый Христос говорит о себе и своём отношении к Отцу, во второй Он молится за учеников, в третий молится за всех верующих, за всю свою церковь. Он говорит, «Отче, пришёл час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даёт он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». В этих словах Христос говорит о тайнах воплощения и искупления, о прославлении Отца через Сына. Прежде бытия мира Сын наслаждался божественную славою у Отца в полном единении с Ним. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но когда был создан мир и человек, когда греховный род людской, соблазненный дьяволом, отступил от воли Отца и вкусил смерть, тогда Сын воплотился в человека, отверг искушение дьявола, исполнил всецело волю Отца и победил смерть. Иисус Христос прославил Бога Отца на земле, вернул человечество к исполнению воли единого истинного Бога, и таким образом дал всей плоти жизнь вечную, указав ей путь спасения от смерти и греха. Это и есть то дело, которое Отец поручил Ему исполнить, дело, достойное той славы, какую Он имел от века у Отца. Далее Христос молится об учениках Своих, которые зиждут Церковь Его. Обращаясь к Отцу, Он так говорит о Своих апостолах. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них». Как видно из дальнейшего, эта молитва прежде всего просит о том, чтобы ученики сохранены были на пути истины и добра, на который они уже вступили. Но мир еще не вступил на этот путь, поэтому о нем и не говорит здесь Христос. «Не о всем мире молю». Эти слова не значат, что Спаситель не хочет вовсе молиться о всем остальном мире. Он пришел для всех людей, и в той же молитве дальше просит о всем мире, говоря, «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Но для самого мира, для спасения его, важно, чтобы прежде всего Отец сохранил на истинном пути первых учеников Христа, которые понесут Его учения во все концы земли. «Я уже не в мире», продолжает Он, «но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, когда Я был с ними в мире. «Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Соблюдать во имя Божие значит сохранять на истинном пути веры и доброй жизни. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». В этих словах Христос объясняет, почему Он произнес всю молитву вслух перед учениками. Они будут помнить, как Сам Он обращался с молитвой у за них к Отцу, как говорил перед лицом Божиим, что передал им все, что получил от Отца, и сердца их исполнятся радостью неприходящую. Точно так же и сердца всех верующих, за которых Он молился далее. «Я передал им Слово Твое», продолжает Христос, «и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною». Твое есть истина.